Сегодня в программе Владивостокское морское собрание отмечает свою 140-ю годовщину. Владивосток основали военные моряки, но морское собрание объединяет людей всех профессий, что связаны с морем. И здесь любой человек в какой-то степени причастен. Или семья моряка, или это строитель кораблей, или это моряк, или это ученый. Традиции из 1876 года сплетены с новейшей морской историей Приморья. Кадетская присяга в тот же день, что и юбилей самой первой общественной организации во Владивостоке. Я Чубаров Игорь Денисович, принимаю звание Нахимовца военно-морского флота Российской Федерации. Обязуюсь, быть беззаветно преданным своей родине Российской Федерации. Для Владивостока, города который был заложен военно-морским флотом, традиция морского собрания одна из немногих, которая насчитывает чуть-чуть меньше, чем история самого города. Деятельность Владивостокского морского собрания началась в 1876 году. Председателем его первого комитета старшин был избран командир сибирского флотского экипажа, капитан первого ранга Алексей Карлович Шефнер. Он же являлся командиром транспорта «Манжур», вошедшего в июне 1860 года в бухту Золотой Рог и основавшего Владивосток. Работа морского собрания прервалась после февральской революции 1917 года на целых 85 лет, а в августе 2002 года Владивостокское морское собрание было вновь воссоздано и с тех пор считается старейшей общественной организацией города, а также имеет весомое влияние в политической, духовной и образовательных сферах Приморского края. О юбилее и корнях традиций говорим с тремя председателями, которые уже в 21 веке руководили Владивостокским морским собранием. Вице-адмирал Борис Приходько стал тем человеком, который фактически воссоздал эту организацию в его современном виде. Те мысли, с которыми морские офицеры и люди, связанные с морскими профессиями в Владивостоке, создавали морское собрание и нынешнее Владивостокское морское собрание, они как-то соразмерные, они соответствуют друг другу. Да, первая задача, которая ставилась морскому собранию образца 1876 года, это первая, где начало нашей всей истории, там в уставе было сказано, что целью этого собрания является объединение всей общественности вокруг тех задач, которые стоят перед Россией. И сейчас мы также объединены для решения тех задач, которые стоят перед нашей современной Россией. Вице-адмирал вспоминает самого первого председателя морского собрания и критикует некоторые градостроительные решения по созданию мемориальной зоны на Корабельной набережной, где скульптура писателя Александра Солженицына не совсем уместна. Потому что именно в этом месте, где стоит эта скульптура, высадились первые русские моряки, те самые, которые основали Владивосток, а потом создали и морское собрание. Алексей Карлович Шефнев стал первым, был первым председателем Владивостокского морского собрания, это 1876 год. Но до этого, в 1860 году он был командиром транспорта Манжур, который высадил команду в Аглоиспропорщиком Комаровым на, здесь у нас в Золотом Роге. На мой взгляд, значит, его вклад в историю России, в историю Тихоокеанского флота недооценен современниками. И во Владивостоке недостаточно чтят этого человека. Да, назвали улицу, маленькую улочку именем Шефнера, но памятника нет. Его место занял, значит, уже человек, который чужд истории Владивостока. Далее Алексей Карлович Шефнев командовал Сибирской флотилией в Николаевске на море. И он в 1872 году возглавил перевод главной базы Тихоокеанского флота в город Владивосток. То есть практически можно считать, что 1872 год – это год основания главной базы Тихоокеанского флота. Хранить память о предыдущих поколениях моряков – это важная часть работы морского собрания. Но современность торгается в повестку дня, и собрание не остается в стороне. Трагедия с атомной подводной лодкой «Нерпа» в Большом Камне, когда на ходовых испытаниях погибли люди, заставила морское собрание встать на защиту командира лодки капитана первого ранга Дмитрия Лаврентьева. «Мы представили все необходимые документы, довели их до общественности, привлекли сюда экспертов и доказали. И в итоге суд признал, что командир «Нерпы» не виновен в происшедшем и в этих трагических событиях. И командир сейчас продолжает свою служебную деятельность успешную во благо нашего Тихоокеанского флота». И хотя костяком Владивостокского морского собрания продолжает оставаться, как и 140 лет назад, военные моряки, в собрание входят люди самых разных морских профессий. «Тот потенциал, который сегодня есть в Владивостокском морском собрании, в Совете старшин, позволяет сегодня говорить о самой главной нашей цели и задачи – это передача того бесценного опыта, который сегодня есть у ветеранов и у действующих руководителей всех организаций Владивостока, кто связан с морем. Это и судоремонтники, и руководители учебных заведений, которые связаны с морем. Это и торговый флот, это и рыбаки, ну и прежде всего, конечно, Тихоокеанский флот России». Так что неудивительно, что сотни людей пришли к памятникам морской славы Владивостока в день, когда морское собрание отмечало свой 140-летний юбилей. Венки и цветы легли к памятнику экипажу шхуны Крейсерок, трагически погибшему в 1890 году при защите котиковых промыслов Сахалина от американских браконьеров. Кстати, на этой городской территории когда-то и располагалось первое здание морского собрания, и уже в 21 веке власти города и старшины морского собрания договариваются о восстановлении преемственности. «Для того, чтобы на историческом месте, где в 1885 году как раз существовало Владивосток морского собрания, воссоздать сегодня под эгидой Владивосток морского собрания и объединить все те клубы, в том числе и патриотическое движение юнармии, вот под единой крышей. И мы такое взаимопонимание нашли, и сейчас идет оформление юридических документов на это здание. Я думаю, что это будет следующий шаг в патриотическом воспитании подрастающего поколения». К памятникам адмиралу Невельскому, морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к мемориалу «Боевая слава Тихокеанского флота» пришли курсанты и преподаватели Морского государственного университета. Легенду ледокольного флота героя соцтруда Вадима Ивановича Абоносимова приветствуют и адмирал, и руководителя дальневосточного морского пароходства. Вот из таких личностей и имен, как Абоносимов, и составлена морская история Владивостока и Морского собрания. Контрадмирал Владимир Бураков сейчас руководит Владивостокским Нахимовским училищем и закладывает новую традицию, когда старшины Владивостокского морского собрания принимают посвящение в Нахимовце. Нисколько не жалею, действительно, очень интересно, да, хлопотно, но очень интересно. И дети, они вот, они действительно, они как губка, они все впитывают, вот, и хорошее, и плохое. Но вот хотелось бы, чтобы только хорошее, конечно, они впитывали. И вот с самого начала образования училища и по настоящее время, ну, Морское собрание Владивостока, оно принимает самое, ну, наверное, одна из самых таких организаций, не то, что это действительно самое активное участие принимает в работе училища. Ритуалы и традиции на флоте оберегаются именно для того, чтобы у новых поколений были и знания о своих корнях, и примеры того, как служить своей стране на морских просторах. Продолжение следует...